Информационный фонд складывается не в пользу евро, который упал до четырехнедельного минимума. Тестирование важной психологической отметки остается вопросом времени. Фунт продолжает развитие медвежьего импульса. Трейдеры продают евро на протяжении всей недели. Основная пара вплотную подошла к круглой отметке 1,10 доллара. Давление на котировки оказывают слабые данные из Европы и общий негативный фон. Пессимизм евробыков растет, как и вера рынка в то, что ЕЦБ объявит о стимулирующих мерах на заседании в сентябре. Будущий глава ЕЦБ Кристин Лагард подкрепила эти ожидания. По ее словам, европейский регулятор должен быть готов к действиям. В то же время она дала понять, что не станет менять курс монетарной политики сразу, как займет кресло ЕЦБ. Трейдеры сегодня анализируют отчет по инфляции в еврозоне за август. Показатель не изменился с июля и по-прежнему остается минимальным с ноября 2016 года. Пара евро-доллар торговалась стабильно в середине европейской сессии. Медведи умерили аппетиты, так как евро и так выглядит излишне перепроданным. Между тем доллар приближается к максимальной отметке за месяц. Американская валюта ощутимо подорожала по отношению к швейцарскому франку, который на этой неделе также подешевел и к евро. На рынке сохраняются мнения о том, что Центробанк Швейцарии проводит скрытые валютные интервенции, чтобы избежать чрезмерного спроса на франк. Шумиха, устроенная Борисом Джонсоном вокруг Brexit давит на курс британской валюты. Участники рынков продолжают отыгрывать временную остановку работы парламента. Фунт дешевеет как доллару, так и евро. Пара фунт-доллар ушла ниже уровня поддержки 1.22. Неспособность покупателей удержаться над этой отметкой России говорит о том, что трейдеры не верят в идею мягкого Brexit. Медвежий сценарий для фунта становится актуальным. Эту неделю английская валюта может завершить в минусе впервые за месяц. Вы смотрели новости на канале Инстатв, всего вам доброго, до свидания.